Две недели регион наблюдал за поездкой Данила Канадчикова в город Мелитополь. Из Мурманской области доброволец поехал один из первых. Оказывал гуманитарную помощь жителям, общался с детьми и даже помогал котикам. Как прошла поездка, смотрите далее. Нам поступило видеообращение, просьба от жителя города Мурманск. Внука, одной из наших прекрасных бабушек, жительниц города Мелитополя. Родственники давно не связывались друг с другом. И мы записали видеообращение в городе Мурманск, чтобы показать его прекрасной бабушке. Знаете, откуда я приехал? Из Мурманска. Город-герой Мурманск. Со мной вышли на связь. Со мной вышел на связь внук одной бабушки, которая проживает на данный момент в Мелитополе. Она ребенок войны, ей примерно 85 лет. Они потеряли связь друг с другом. То есть бабушка симку сменила, то есть внук здесь не может найти с ней связь. Мы съездили к этой бабушке по адресу, наладили связь, показали видеосообщение от внука. Ее записали, отправили внуку, взяли ее номер телефона, отправили тоже, чтобы связь как-то наладить. Молодая гвардия каждые две недели формирует волонтерские роты и отправляет на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожье. Один из добровольцев, отправившийся для помощи жителям Донбасса, Данил Канадчиков. Он занимается добровольчеством уже 12 лет, но даже такой стаж не был гарантией, что поездка состоится. Попасть туда не так просто, то есть одного желания недостаточно. Нужно, во-первых, быть на хорошем счету, как доброволец. Нужно проявлять свою активность и гражданскую позицию в соцсетях. То есть первовстречного и любого желающего не пошлют. А так как Даня у нас известный доброволец, известный волонтер, активист, педагог, вопросов о его направлении вообще никаких не возникло. Перед волонтерами стояла задача обеспечивать работу гуманитарного центра в Запорожской области. Активисты каждый день раздавали по 700 продуктовых наборов. Помимо этого развозили по адресам гуманитарную помощь, помогали детям в больнице, взаимодействовали с многодетными семьями, помогали животным. И на этом фронт работ не заканчивался. Вообще из Мурманской области я ездил один. У нас ребята были из различных регионов. То есть это Москва, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный, Уокруг Томская область была. То есть со всей России ребята были. Именно на территории Мелитополя нас приехала команда 10 человек. После поездки до Нила стали спрашивать, как стать добровольцем. Одно из условий – возраст не меньше 21-го. Также добровольцами могут стать и девушки от 26 лет, которые должны иметь образование педагога либо психолога. Анна Шинкаренко, Виталий Артемьев, Арктик ТВ. Здоровечка, здоровечка тебе. И не забывай бабушку, пожалуйста. Ну все, давай, будь здоров. Спасибо вам большое.